доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и мы сейчас с вами находимся на сайте замечательной фирмы находящийся санкт-петербурге а именно фирма иматон что такое иматон она вся и она всем известна любому психологу в российской федерации и у меня к ней очень неадекватное и очень странное отношение сейчас я поясню свои слова сегодня днем а времени сейчас уже второй час ночи значит ко мне через ватсап обратились два человека по ватсап они мне написали видимо я предполагаю что это были девушки удивительно то есть в один день два обращения по поводу если у нас в лаборатории методика бекслера тест векслера тест интеллекта векслера у нас такой тест есть взрослый вариант по поводу теста векслера иматон значит я должен сказать иматон распространяет детскую версию методики векслера я должен сказать что ее покупать нельзя ни в коем случае по той простой причине что она не адаптирована для российской федерации для русских людей никогда никто адаптации детского теста векслера для русской популяции не занимался иматон продает полную ерунду это что касается детского теста векслера хотите покупайте гордитесь что у вас будет детский тест векслера но я бы этого не стал делать ни при каких обстоятельствах почему потому что существует взрослый тест векслера его иматон также реализует и это ужасная адаптация этого теста векслера одним словом самая главная моя претензия к этому к этой методике первое это ужасный перевод он не соответствует никаким нормальным стандартам это первое второе нормативы этого теста они не адаптированы для русской популяции это второе третье перепутаны у иматон в этой фирме перепутаны субтесты перепутаны три субтеста нумерация их перепутана и соответственно норма этих перепутаны кроме того фирмы иматон поставляет детский тест взрослый тест векслера с состинным материалом от детского теста векслера от этого самое удивительное фирма существует давно неужели никогда никак не смогли разобраться за эти долгие годы когда они продают этот тест наверное на лет 20 уже существует от фирмы не могли разобраться со стимульным материалом он не соответствует реальным правильным стандартам теста векслера хотите покупайте но поймите и знайте что там три субтесты перепутаны местами нормативы там никем никогда не адаптировались для русской популяции и соответственно неправильный стимульный материал во взрослом тесте векслера от детского идет от этой фирмы идет стимульный материал от детского теста векслера то есть человек который 20 лет назад это все создавал переводил перевод ужаснейший то есть там вообще бред собачий мы тоже свой перевод сделали у нас хороший перевод я даю голову не руку а голову на отсечение что у нас правильный перевод теста векслера в лаборатории мы его сами делали но несколько специалистов над этим работали ну я сейчас не рекламирую ни в коем случае свою продукцию то что мы делаем наш тест векслера а фирма и мотон это позор психологии все кричат на каждом углу и мотон и мотон и мотон на самом деле это г полнейшая на чем они еще зарабатывают создают какие то я уже говорил в одном из своих давно записывал такое видео говорил о том что приходит допустим какой-то студент вот ему там дали задание в институте в санкт-петербурге пускай или в москве неважно мне он создает какое-то новое творение не проверяли при лучшем случае проверяя его тест какой-то на своих коллегах там сокурсниках потом преподаватель были да хорошо мне это очень понравилось езжай давай в мотон предлагать свою методику у них десятки методик которые нигде никак не прошли никакую валидизацию или в худшем случае это а в лучшем случае валидизация какая-то совершенно смешная там на десяти студентах какого-нибудь факультета ну и так далее очень много в общем фирмы мотон это позор психологии российской федерации можно по-разному не относиться такое ощущение что это идиотизм полнейший те методики которые они предлагают их очень много у них я повторюсь еще раз там или кандидатскую кто-то начинаем защищать кандидат он создается какую-то свою методику и соответственно предлагает ее мотон и мотон берет будет вот кандидат на ум значит вот эту методику разработал берите так работать господа коллеги из фирмы нельзя выпустите хорошую классификацию предметов пузыгарник и будет вам честь и хвала не знаю есть может быть он у вас даже но скорее всего есть то чем эта фирма зарабатывает деньги это позор позорище и позорище большое позорище пример теста вексера вот реально две девочки видимо мне сегодня написали и вот они говорят у вас есть значит тест векслера фирмы мотон во первых мы сами с усами у нас своя фирма и мы сами выпускаем тест векслера причем в десятки раз лучше даже ну не в десятки пускай в три в четыре раза лучше и качественней с учетом перевода правильного стимульного материала и так далее ни в коем случае не реклама я сейчас говорю о фирме и мотон это говно полнейшее они фирма разводил и на рынке психологии не более того я повторю это любому кто мне будет меня спрашивать ну что такое мотон что такое тест векслера этом от эмотона открываем коробку взрослого теста векслера видим там стимульный материал от детского теста векслера начинаем читать и не понимаем о чем мы читаем потому что переведено так что черт ногу сломит перевороны абзацы перина перевором смысл интерпретации пояснений и так далее значит про стимульный сказал про перевод сказал перепутаны субтесты это вообще абсурд полнейший ну как так то 11 субтест перепутан 8 субтест перепутан нумерации перепутана таблицы нормативные от 20 лет когда кто-то там это все придумал и сказал что это будет так не взяв понятно для русской популяции нормативов которые разработаны на западе понятно для западной популяции для англоязычных стран для русских вот кто-то когда-то 20 лет назад или 25 лет назад впервые эти нормативы придумал рассчитал они не соответствуют действительности для русской популяции на этом все за внимание и удачи вам